Вообще общество очень разрознено, и церковь это часть общества, ее нельзя рассматривать отдельно от общества. Легче работать с людьми и той группой людей или той страной, где общество держится целостно. Я заметил, прожив 19 лет в Штатах, что в Штатах есть какая-то тенденция все равно быть законопослушными. Есть какие-то лидеры в обществе, на которых ориентируются люди, равняются. Потому проще и церкви устроять как бы внутри. Потому что сама тенденция общественная к тому, что надо быть законопослушными, уважать руководящие позиции. У нас в Украине с этим сложно, потому что лидеры потеряли доверие к себе. И в церквях такое. Каждый живет своим небольшим княжеством, и соединить всех непросто. Но мы стараемся. Это наша цель. Слово «конкуренция» неуместно. Есть понятие гармонии. Все должно действовать гармонично. Почки, печень, сердце исполняют совершенно разные функции. Они не конкурируют. Я не верю, что в теле что-то конкурирует. Какой-то орган или член тела конкурирует с другим. Я в это не верю. Это нездоровые. Если правильно понять концепцию тела, и каждый займет свое место, определенно ему Богом, конкуренция неуместна, ее просто не будет. Мы вылечим больное воображение в обществе, что я должен быть первым. Вот если есть какой-то у вас конкурс, ты должен быть первым. Я вообще считаю, сама идея эта, она в корне теологически неправильна. Что значит, ты призван быть первым? Ты призван быть тем, кем ты призван быть. От чего мы отталкиваемся, от чего мы исходим? Что значит быть первым? Ты призван к тому, к чему тебя призвал Бог. Вот в том и будь. Что значит быть первым? Я вот не понимаю этой концепции. Это совершенно мирской подход к духовной работе. Церковь, она имеет несколько образов, смотря с какой стороны смотреть. Есть много образов в Библии, которые охарактеризовывают церковь. Это и город наверху горы. Это свое духовное значение имеют эти образы, каждый. Это и благоухание распространяемое, это письмо, читаемое и узнаваемое всеми. Это, допустим, и соль, которая осоляет мир. Это и тело, это образ, который использует апостол Павел. То есть тело, гармонично взаимодействующая группа людей, коллектив, организм. Вот, потому церковь, это и невеста Иисуса Христа, люди искупленные. То есть в зависимости, с какой стороны вы хотите посмотреть на церковь. Тело может прожить без органа, большинства органов. Но орган без тела не сможет. Это иллюзия, это заблуждение верить, что я смогу без церкви. Не смогу. Церковь сможет. Вот, потому я не глава церкви. Церковь будет жить без меня. Я понимаю, что наша церковь отличается тем, что мы имеем пастырское служение. И моя роль далеко не последняя там. Но она одна из ролей. Она не... Я не глава. Я один из составляющих это тело. Поэтому, как я сегодня говорил в семинаре, мы ответственны за видение. Принять от Бога видение и вовлечь в это видение других людей. В этом наша основная функция. Понятие «хотели» оно как-то больше и больше выживает из моих принципов жизни. Хотели, знаете, мало чего мы хотим. Стараемся молиться так, чего хочет Бог. Убедились по жизни. Очень сильно чего-то хочешь, в три цены платишь. А если того хочет Бог, легко жить, легко спать, легко просыпаться. Тяжело работаем. Но самоотношение... Ты как понимаешь, что Бог оплачивает все счета. Бог несет окончательную ответственность. Нет как бы нагрузки. Затеял что-то сам? Это очень тяжело. Первый компонент, который бы я выделил. Успех для меня измеряется не масштабами моей работы, а точностью в ответ на задание. Если бы Бог мне сказал, или вам бы сказал, «Моя воля для тебя, Александр, вытереть пыль на этом столе», то для меня успех измеряется тем, что я вытер пыль на столе. Оно может не играть никакой роли во внешнем мире и вообще. Но в моем случае я измеряю успех мерой моего послушания на задание. Мир имеет совершенно другие мерила. Поэтому я считаю, что мы не можем сравнивать себя с другими, конкурировать с другими и судить об успехе мирским пониманием. Это должно быть Божье задание. Вторая концепция успеха сводится к верности. Это опять же то же самое, что я сказал. Это быть верным начатому делу. Часто хочется бросить. Но общество привыкло к накатанным рельсам. Пока человек и общество поймет, что ты делаешь, это берет время. Нужно быть постоянным, постоянным в работе. Это тоже один из принципов успеха. Я так и делал, и не один раз. И для меня не существует разницы. Говорить с одним человеком, с десятью людьми или с десятью тысячами, на сегодняшний день я не обнаруживаю разницы. Просто не болею этим. Конечно, можно сказать, а ты в селе не служил. Ну, я в селе вырос, и я служил в селе. И до сих пор я понимаю, что, говоря к большой аудитории, я говорю к человеку, к одному. В этом один из секретов тоже успеха на телевидении или на радио. Мы говорим не с толпой, мы говорим с индивидуумом. Посвящение, если вы уберете первую букву, вы получите слово «освящение». Освящение буквально с еврейского значит «отделение». Отделить для чего-то особенного. Посвятить стихотворение моей жене. Я посвящаю песню моей маме. Это значит, что из всего моего творчества я выделяю это произведение для этой одной женщины. Это посвященное стихотворение. Это значит, что оно освящено отделением от всего остального для моей жены или моей мамы. Девушка, которая выходит замуж, она освящается тем, что отделяется от незамужних подруг. И она уже не может с ними проводить время, не может с парнями ходить где-то на вечеринки. Она не может. Она отделена для человека, за которого она выходит замуж. Она освящена через отделение, а значит, она посвящает свою жизнь этому человеку. Потому что посвящение – это отделить себя для. Всеми личными интересами, всеми страстями, так можем сказать, человек хочет жить на поводу инстинктов, просто природных страстей. Здесь и амбиции, и гордости, и желание жить роскошно, и признание, и всего прочего. Посвящение – это умереть для своих личных интересов и жить для Бога. Потому в практической жизни, в бытовой жизни, это выражается так, что я вчера, например, говорил со своим сыном по телефону, ничуть не расплакался, я сдерживал себя, я его не вижу 10 дней, я его очень крепко люблю, я люблю свою дочь. Я говорю, сынок, держись, мы это делаем для Бога. Он говорит, мы вместе, я за тебя молился вчера, ему 11 лет. Это цена, это цена. Но она, эта цена, она как бы генерирует в тебе энергию, и когда ты встаёшь служить человеку, на тебе есть власть. Почему? Потому что ты платишь, определённо жертвуешь многими вещами, и любишь Бога, и ради Бога, во имя Бога, ты многие вещи отклоняешь свои, и их много, их масса вещей. Я, например, по природе художник, я люблю очень поэзию. Если бы меня сейчас вообще забрать из служения, освободить меня от этого времени, я бы вообще жил другой жизнью, совершенно другой жизнью. Я не говорю сейчас о мирской жизни, о разгульной жизни, но я говорю совершенно о других интересах. Я 6 месяцев боролся, например, чтобы подавить себе желание жить творческой жизнью. Я творческой жизнью очень бы хотел жить, если бы я кем-то жил, чем-то, я бы жил абсолютно творческой жизнью. Но это сфера души, это сфера ностальгии, очень бурных эмоций, перепадов, любви, страстей. Это то, на чём построены, на этих всех антиподах построены все романы, вся музыка, всё, что затрагивает и захватывает общество, она построена на страстях, на перепадах настроений. Я бы жил такой жизнью. Но мне взяло 6 месяцев перебороть это в себе и просто покориться Богу, и не жить такой жизнью.